Доброе утро, это эфир информационная программа репортера студии Маргариты Шибукова. Сегодня у Гомеля отбудутся урожайший сход и святочный концерт, присвященный Дню Независимости Республики Беларусь. Улику запрошенных – представники улада, ветераны, молодежные лидеры, громадские и культурные действия. По час мероприемства отбудется церемония ушанованья особ, які удостойны звання «Человек года» по выниках работы в 2014 году. Лепших вызначать в номинациях «Майстер», «Керауник», «Служу Айчыни», «Лидер», «Открытие», «Призвание» и «Человек на земле». Подробязны материалы у наших наступных выпусках. У Гомеля распашались мероприемцы, промеркованные до Дня Независимости Республики Беларусь. Каляпомника комсомольцам, які загинули у годы Великой Шыной Войны, пройшла молодежная громадянско-патриотичная акция «Беларусь под белым крылом». За инициативу ее проведения выступил Молодежный совет при Гомельске мгарвыконками при Патрымце городского комитета БРСМ. У святошной мероприемцы проняли удел сотни молодых людей. Традиционно к празднованию Дня Независимости Республики Беларусь все больше и больше молодых людей приходит для того, чтобы отдать дань уважения ветеранам Великой Отечественной войны, отдать дань уважения всем тем, кто в своей собственной жизни подарил нам мирное небо на нашей головой. И, соответственно, этот праздник для нас святой. Шмат теплых слов вели на молчание к ветке до подножия помника и самый текавый момент. Удельники мероприемства на паперовых буслах пишут свои пожадания краине и родному городу. Выбор этой птушки не выпадковый. Минавита бусил является символом Беларуси, знаком миру и добробыту. Поветранные шары с паперовыми фигурками и запустили у неба удельники акции. Этим аистом я хотела бы пожелать много радости, счастья, побольше улыбок, чтобы мир улыбался, светился и праздник всегда был. В областном центре отбылась 14-я сессия Гомельского городского совета депутата 27-го скликанья. На парадку дня справоздаши его старшиней Ивана Бородинчика о проведенной работе. С момента опошних выборов в городский совет прошел год и зараз час подводить выники. За этот период было проведено 13 сессий горсовета, на яких депутаты разглядели 49 пытанья. В основном я натышились о выконании бюджету и социальных стандартов, сферы послуг, работы жилево-коммунальной господарки. Были проведены дни депутата по темах будовництва жилья, деятельности службы МНС и организации работы по зворотах грамадян. Шмача возроблена по добропарадковании города. Я полагаю, что в каком-то положительном плане можно отметить итоги работы нашей экономики за прошлый год. И несколько сложнее начался этот год. Но тем не менее, мы и об этом будем говорить, и будем определять те задачи, которые нам предстоит решать до конца этого года в реальном секторе экономики. В Гомельском областном клиническом кардиологическом центре после реконструкции открылось отделение сосудистой хирургии. Финансование работ отбывалось по линии шарнобыльской программы капитальных укладаний. Отделение сосудистой хирургии – одинное в Гомельской области, и зараз у им появились новые комфортные покои, обсталевания и мебли. Усяводили ремонту и перепланировки внутренних помешканий у объекта было засвоено 6,5 миллиардов белорусских рублев. Усё сроблено ко пациентам, отшували себе комфортно, и после операций худшие одновляли силы. После реконструкции у отделений сосудистой хирургии Гомельского кардиологического центра заявились покои умешальностью не более 4 человека. Особные покои для инвалидов и удельников Великой Шины Войны, новые перевязочные и процедурные кабинеты, закуплено мебли и обсталевания. Отделение осталось, как и было ранее, оно развернуто на 50 коек. Показатели коечного фонда не изменились, но и коечный фонд не сократился. Просто улучшились условия для пребывания пациентов и также улучшились условия для оказания медицинской помощи пациентам, потому что у нас отремонтированы и закуплены новые перевязочные, в них новое оборудование закуплено. Почти во всех палатах есть индивидуальные комнаты индивидуальной гигиены. Подобных отделений у всего 7 в республице, 2 в Минску и по 1 в кожной области. В Гомельском отделении сосудистой хирургии на протягу года проходит лечения около полутора тысяч пациентов. 50% от этой лишь бы люди из района, у которых потерпели от авары на Чернобыльской АЭС. Что год у отделений выполняется больше за тысячу операций на сосудах. С допомогой санитарной авиации у РАШИП працует у района Гомельской области. Учитывая, что отделение изначально располагалось на приспособленных площадях и не всегда соответствовало санитарным нормам, своевременно было принято решение о проведении реконструкции этого отделения. И сегодня мы можем нашим пациентам предложить комфортные условия для пребывания, а медицинский персонал получит удобные, соответствующие современным требованиям рабочие места. У Гомеля отбывся оптовый кермаш, на яким были проставлены товары белорусских вытворцев. У делу мероприемцию приняли керавництва Галунного управления гандлю и послуг Аблвыконкама, проставники малого и середнего бизнеса, державных предприемств. Организатором деловой встречи выступило открытое акционерное товариство «Диалог Гомель», какую продукцию пропонуть предпринимателям и как в будущем повплывают оптовые кермаши на гандль в области, ведает Дмитрий Котов. Открытое акционерное товариство «Диалог Гомель» – это широкая розничная сетка, которую представляют 8 гандлевых объектов. Не меньше значимый накерунок деяностей – оптовый гандль. Кермаш с белорусскими товарами – это махчимость продемонстровать предпринимателям весь потенциал айчинных вытворцев, а так сама спроба затекает их новой продукцией. И таким чином развивается упрационниство помеж предприемствами, оптовыми организациями и представниками бизнеса с упольностью в области. После презентации предпринимателям смогли выбрать певные модели, одразу заключить договоры и отримать парту товара по цене вытворцы. Продукция чинных вытворцев широко распространена в магазинах державной формы властности. А вот с ассортимент индивидуальных предпринимателям и она не за все до присутнейшая. Не глядяши на то, что белорусские товары не вшим не заступают за межным аналогом у якости, и при этом значительно меньше каштуют. А лишь это не значит, что индивидуальные предпринимательники альбо субъекты малого и среднего бизнеса специально игноруют товары белорусской вытворчасти. Их отсутность на прилавках приватных магазинов и рынков в области часто обумовлена отсутностью информации. И тому бизнесмены робят выбор на корысть большевядомого замежного бренда. Вот здесь на месте пообщаться с производителем, высказать свои пожелания, отработать какие-то моменты в плане ассортимента – это очень важно. Поэтому для нас это очень важное мероприятие. И для нас как управления торговлей, и для как предпринимателей, и для как оптовых организаций. Задача какая – обеспечить покупателя качественным товаром. Подобная сустреча у рамках оптового кирмашу с метой популяризации белорусских товаров пройшла в першиню. Однако, еще до ее закончения, удельники выказывают необходность по проведению таких мероприемств в будущем. В рамках этого мероприятия мы решили начать со школьного ассортимента, но в дальнейшем мы планируем и далее проводить такие ярмарки. Это будут как сезонные ярмарки, так и каких-то уже более деловых моделей, но это планируется в дальнейшем. Дмитрий Котов, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель». Садоводы из бельгийского региона Фландры наведали гомели и сустрелились со своими белорусскими коллегами. Мероприемства суместно организовали гандлево-промысловые палаты Гомельской в области и Фландры. Символично сустречу провели умалявничаем во всех относенных местах у картины галереи Вашенки. Мероприемство проходило в формате контактно-кооперационной биржи. Простовники 10 бельгийских компаний, которые специализуются на вырошивании садовой и декоративной рослинности, познайомились с гомельскими коллегами. Садоводы двух краин рассказали про махшимость своих годовальников, ассортимент продукции, взялились в опытом, обменивались контактами, домовлялись об супрацовнестве. Мета – реализация суместных проектов и ведома продукции, налаживание партнерских соведей. У Гомеля такая сустреча отбылась в першиню, но в уголе это не первый опыт. Так, у Саковику минулого года делегация с Беларуси наведывала бельгийские годовальники. Выник – некольки заключенных контрактов. Мы, чтобы продолжить развитие этих отношений, уже решили приехать сейчас сюда, к нам в Беларусь, с официальным визитом при содействии в организации ТПП города Минска и нашей гомельского отделения ТПП. Он расценивает, что у нас достаточно хорошие условия для выращивания их продукции, поэтому он думает, что тоже будет результат после этого визита хороший. В первую очередь задача ТПП – это свести потенциальных партнеров. Предприятия Бельгии заинтересованы в реализации своей продукции здесь, а наши предприятия, возможно, не знают о том, что бельгийские компании хотят продать свою цитовоческую продукцию. И поэтому наша задача, опять же, свести одних, которые хотели бы реализовать, и других, которые хотели бы купить. У разгара летней отпускной кампании многие задаются пытанием, куда отправиться от подшивать и как отрымать от этой поездки максимум выклюшно становших эмоций. С метой проинформовать насельничество, как треба ставиться до планования своего отпочинку, у тем лику и выбору туроператора. Управлением спорта и туризма Гомельского облаканкама был организованный ответный тематичный брифинг. Вероника Ворошилина, Володая под обязанностями. Плануючи свой летний отпочинок, многие при выборе туроператора и комплексу пропонованных им послуг керуются только выпадковыми чутками, забывающие про соправды важные и корыстные парады на конт-выездного туризма, которые публикуются на сайте Министерства замежных справ. Тому не редко отпочинок становится расчарованием. Сирот наибольших частых взоротовых скаргов неотповедность якости турпослуг, заявленным в буклетах и прайсах. Меж тым, паша с брифингу, организованного Управлением спорта и туризма Гомельского облаканкама, агучывается. Зараз у Беларуси ожицевляется процедура сертификации отповедности. Перед турфирмой я наставить пылные умовы у тем лику гарантованность, безпечного отпочинку своих клиентов. А для будучих туристов, гэта махчимость детальово ознайомиться с пераликом на прамках работы турфирмы. Пакуль у нашей краине процедура сертификации з'является необовязковой, а тому я е прайшли далека не все туркомпании. До прикладу, с большим сотней турфирмав, які сё не існуюсь на Гомельщине, только 33 отримали сертификат отповедности. З їх списом можно ознайомиться на сайте Управлением спорта и туризма Гомельского облаканкама. Для того, чтобы отдых в этом году, сезона 2015 года, не был обрачен, чтобы у нашего населения осталось хорошее впечатление атлета, чтобы сработать на опережение и на самом деле ограничить наших людей от каких-то сложностей, от нервных потрясений, в доказывании своей правоты мы рекомендуем внимательно относиться к выбору туристического оператора и отсутствие сертификата соответствия вполне может послужить причиной для того, чтобы турист обратился в другую туристическую компанию для организации своего отдыха. Усё частей для летних гадпочинку жахары Гомельщины выбирают курорты Болгары, Турции, Египта, Греции, а так само России, у приватности Краснодарский край и Сочи. У большинства выпадков ключевым фактором такого замежного гадпочинку з'является махчимость морского оздоровления. Меж тым, у опошний част им клево набирая популярность оздоровление наших же хоров внутри краины, у белорусских здравницах и санаториях. Притягивают альчинных туристов наши культурные и паломницкие славутости, а так само туристичные комплексы, якие пропонуются им гостям у сего умовы для активного гадпочинку. Даречи, с пытанием, как и где сбираются отпочивать этим летом же хоры наших региона, мы вышли звернуться до их самих. Я вообще очень мало был в туристических местах в Беларуси, я бы с удовольствием что-нибудь посмотрел. Заграничное там обслуживание, конечно, я с дочкой ездила в Турцию, очень нам понравилось. Ну, а здесь, говорят, уже заранее все заказано и дороговато. Так как в Беларуси только Минское море, и то оно не море, ну, пришлось ехать в Египет. Я была за границей, мне не нравится. Мы там никому не нужны, здесь мы свои. И в Беларуси есть интересные места, безусловно, замечательные. И, согласитесь, мы за границей тоже знаем мало. Як и дзе, провести свой летний отпочинок кожный выращает, заходящий из уластных перовах. Головная застерахшись обе элементарными мерами. Заключением договора с турфирмой попередние уважливо выучившие яго и, безумовно, захованием усих чеков. Вероника Ворошилина, Валерия Гопанько, телерадоя компания «Гомель». И на этом по колюсе заразвитем падзе и сошите по наших выпусках. А я с вами развитвуюся. До повышения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова